Я приветствую всех участников 4-го международного фестиваля в Романе. Меня зовут Калина Бронштейтер. Я приехала из Австрии, но по происхождению я в Украине. Сегодня я хочу вам предоставить мою картину «Маленькая птичка, райская птичка в Эдемском саду». Эту картину я посвящаю стране, в которой я сейчас живу, в Австрии. Австрия – это маленькая волшебная страна, где все люди живут, практически все люди живут счастливо. И я думаю, что эта страна, ее можно сравнить с маленьким таким эдемским садом. Когда-то на земле был эдемский сад, но люди его разрушили. И я думаю, что все могут построить свой эдемский сад. Как страны, так и люди создать свою жизнь такой прекрасной, как эдемский сад. Моя работа выполнена на шоке. Мой творческий путь не такой большой. Я художник-любитель. Меня музыкальное образование. Я работала преподавателем оркестра русских народных инструментов. Восемнадцать лет у меня педагогический стаж. Но со временем мне приходилось очень часто выходить из зоны комфорта. У нас семья военнослужащих. У нас было трое детей. И мне часто приходилось менять свою профессию. И поэтому я всю жизнь училась. Писать я начала по совету астролога. В двадцать первом году я серьезно занялась изучением. До этого я изучала краски, смотрела и думала, как и с чего мне начать. Прежде чем писать на шелке, я писала масло, акрил, потом акварель. Потому что для того, чтобы писать работу на шелке, надо понимать, как течет краска. И акварель, техника, и розвиску, шелка. Это специальные краски, которые текут. И ты, если не умеешь это делать, это очень легко использовать. Что я еще могу сказать? Моя работа, я всегда пишу яркими красками. Как бы мне не было тяжело, что бы ни случилось в моей жизни, я всегда пишу яркой краской. Я пишу положительные картины, которые бы радовали каждого человека. Сейчас такое у нас сложное время. И я бы тоже хотела, чтобы в Украине наступили такие времена, чтобы люди, чтобы страна возродила свой Эдемский сад. И все жили счастливо. Моя душа, я живу в Астрии, но моя душа принадлежит Украине. Я там родилась, там выросли мои дети. Война очень больно так пристрелилась к нашей семье. У меня побед мой старший сын на этой войне. Поэтому моя душа, она, конечно, болит очень. Я нахожу свои силы в живописи. Я нахожу свои силы и дальше жить именно в этих красках всех, ярких красках. Есть такая притча древняя, я хочу закончить на свое выступление. Именно этой притчей, что когда взрывают травинку, вздрагивается Вселенная. И я призываю всех людей, чтобы они были очень аккуратны, очень нежны друг к другу, как в семье, так и в обществе. Чтобы они помогали всегда слабыми. Я занимаюсь благотворительностью, более 3 года уже занимаюсь благотворительностью. Я помогаю приютам в Украине, животных. И я прошу вас всех людей, чтобы вы хелт-анима с Украины, плиз. Потому что человек, который попал в беду, он может попросить. А вот животные наши, меньшие друзья, они не могут сказать, что им больно. Они не могут попросить ничего. Поэтому, пожалуйста, давайте будем помогать всем тем, кто нуждается. Я за ней. Я хочу поблагодарить организатора Golden Time Talent и этого фестиваля. Я хочу поблагодарить жилье за предоставленные нам возможности показать свое творчество. И надеюсь, что я буду дальше участвовать в международных фестивалях. Это мой первый фестиваль. И я очень рада, я очень счастлива. Я вас всех благодарю. Спасибо.